Привет-привет! С вами Елена Литвиненко. Сегодня наша тема вообще как бы самая-самая горячая, скажем так, да? То есть, как комфортно чувствовать себя в то время, когда ты проводишь прямой эфир, либо снимаешь своё видео на камеру. То есть, это одним словом, ну как это, одной фразой такой расхожей формулируется примерно так, да? Да? Страх, боязнь, в общем-то, видеокамеры. И многие люди не любят себя на видеокамеры и, в общем-то, чувствуют себя очень-очень, скажем так, волнительно. Я бы даже сказала, дискомфортно перед камерой. И хотят, чтобы быстрее-быстрее всё это дело закончилось. Какие же есть какие-то такие основные способы? Их на самом деле очень много. И если вы где-то прочли парочку из них и попробовали однажды там применить, но у вас ничего не получилось, то не расстраивайтесь. На самом деле их большое количество. И если вам эти парочка, эта парочка, как говорится, сладкая парочка, не помогла, это ничего не значит. Это просто надо, как говорится, начать этим заниматься, и всё войдёт в норму. Почему я имею такое, как говорится, основание полагать, что да, так оно и есть? Конечно же, потому что у меня есть большой опыт в этом деле, и чаще всего меня подводят какие-то технические моменты, потому что человек я творческий, я актриса по образованию, работала на радио, на телевидении, но там-то, как говорится, в профессиональном мире это всё делают другие люди, да, там операторы, звукорежиссёры и так далее. А тут приходится всё это осваивать самому. Но на самом деле, как говорится, не так уж страшен чёрт, как его молюют. Не боги горшки обжигают. Поэтому стоит только взяться. Мы все люди с вами разные, да. Я уже сказала, что если вам не подходят конкретные эти парочка способов, как бы, избавиться от вот этого вот страха или сильного волнения, дискомфорта перед камерой, да, то это совершенно не означает, что это ваш крест, который вы будете нести с собой по жизни. Потому что, на самом деле, все те люди, которые хорошо выступают перед камерой, свободно держатся, на самом деле они где-то, когда-то у кого-то учились. Либо имеют уже такой опыт и практику, что они уже, как говорится, это всё освоили по дороге. Ну, скажем так, это очень длинный путь. Есть, конечно же, дороги, пути попрямее и покороче. Так вот, на первое место я выношу такой фактор, который, вне зависимости от того, какой у вас, как бы, лучше для вас срабатывает способ, приём для снижения вот этого вот излишнего волнения, ментальный или физический, в любом случае играют роль такие вещи, как уровень подготовки и уровень практики. Так вот, что входит, собственно говоря, в эту подготовку? Ну, прежде всего, знайте, о чём вы будете говорить. То есть, подготовьте текст. Если не напишите, то, как минимум, хорошенечко продумайте и сделайте себе тезисы. Тезисы уже раз сто говорила, но, тем не менее, каждый мой новый эфир, мою новую запись могут смотреть совершенно новые люди. Чаще всего, проще всего, скажем так, взять обычный блокнотик, вот как я это сделала, и ручками там записать свои тезисы. То есть, это некий такой план выступления, но не только план. Это такой расширенный план, скажем так, да, где вы можете в том числе записать, например, то, что вы боитесь забыть. Когда у меня люди говорят, у меня всё вылетело прямо из головы, я так сильно волнуюсь, у меня всё вылетело из головы. Тогда я всегда спрашиваю, а тезисы вы составили, а вы по тезисам прорепетировали свою речь? И, как правило, я получаю отрицательный ответ. Я составила план, но этот план выветрился в ту же самую минуту. Когда у вас есть тезисы, вам всегда есть, как говорится, в вашей памяти всегда есть за что схватиться. Потому что тезисы, там, как минимум, написаны какие-то, может быть, там, первые два слова, которые вам нужно сказать. Потом там фамилия, которую вы боялись забыть, и тоже она там указана. Какая-то дата, какая-то цифра, если, например, речь о статистике, либо в каком-то сравнении численном. Поэтому очень сильный, мощный, вспомогательный элемент, реквизит – это вот ваши самые тезисы. Если вы научитесь их составлять, то, как говорится, всегда у вас будет такая палочка-выручалочка, за которую вы всегда сможете зацепиться, как бы сильно вы не волновались. Дальше. Второй, как бы, пункт, сюда же относящийся, по поводу подготовки, да? Ну, подготовьте, как говорится, свой внешний образ. Ну, что сюда входит? Там, причесочка, причесаться для мужчин, да? Вот, для женщин, может быть, мейкап, как-то одеться соответствующе с вашим образом. Об образе мы говорили раньше, в предыдущем эфире. Вот, то есть, когда вы себя уже просто видите в камере, вы уже определенным образом начинаете себе нравиться, и это вас уже немножко успокаивает. Потому что, как правило, мы сейчас снимаем на такие камеры, либо это есть поворотный жидкокристаллический дисплей, да, если это камера или фотоаппарат с функцией видео. Ну, а смартфоны, айфоны, ну, тут уж понятно вообще, просто-напросто снимаем на вот эту самую камеру, в которой мы себя видим, да? Поэтому внешне, если этот факт, второй пункт соблюден, то уже как бы спокойнее. Я готов, в смысле текста, в смысле тезисов, я готов внешне. Ну, и третье, про что многие забывают, насколько у меня хорошая звуковая вот тут вот атмосфера, скажем так, да, насколько тихо, насколько у меня хороший микрофон и насколько близко он ко мне находится. Насколько у меня в итоге получится хорошая звукозапись на моей звуковой дорожке, которая обязательно присутствует в видео. Потому что мы все-таки говорим о видеоселфи, то есть о видеовыступлении як. Поскольку я специалист, тренер именно по ораторскому мастерству, то понятно, что мы не говорим здесь о танцах или мы не говорим здесь о съемках видео, я не знаю, другого характера, скажем так. Именно говорильня, то есть видеовыступления. Итак, если вот это все у вас подготовлено, уровень подготовки на высоком уровне, то уже часть ваших страхов и волнений уже уходит. Потому что вы как минимум себя греете тем, что вы готовились, и вы себе, в общем-то, ну, это лучший вид, который вы могли создать на сегодняшний день, и звучите вы хорошо, и микрофон у вас настроен. То есть уже, как бы говорится, часть о том, что у вас полетят помидоры, как говорят некоторые, да, вот меня засмеют, надо мной будут смеяться. Почему смеяться? Что вызывает смех? Ну, обычно, несоответствие голоса и речи, несоответствие внешнего вида тому контексту, о котором речь идет, да, вот. Вот, что еще смешного? Человек себя как-то ведет смешно в камере, да, ну, знаете, как известный этот киношный прием, да, человек упал, все, все смеются. Так вот, чтобы этого не произошло, нужно прорепетировать для того, чтобы все, как говорится, прошло гладко. Давайте пойдем дальше. Это вот самый уровень подготовки. О том, то, что я называю ментальным, ментальными приемами для улучшения своего внутреннего состояния. Вот создание – это как бы внутренней уверенности, свободы и легкости, когда ты находишься перед камерой. Ментальные – это, значит, сами понимаете, такие, которые действуют через сознание. Ну, существуют, естественно, NLP какие-то методы, но это не для каждого, скажем так, это надо контролировать. Которые, да, на подсознание воздействуют, да. Тут этот коучинговый такой способ применения. Так вот, ментальные приемы. Прежде всего, если это вам подходит, этот способ, и вы легко рисуете визуальную картинку внутри себя, знаете, так, третьим глазом, да. Есть такие, кто легко рисует картинку визуальную? Если такие есть, поставьте плюсики, и этот способ точно для вас будет хорошим. Так вот, такая визуализация внутренняя, да, мы себе как бы рисуем наилучший сценарий нашего будущего выступления. Хоть вживую, хоть перед камерой, это можно сделать. Вот мы начинаем с того, что мы внутри себя включаем камеру, там нажимаем на дисплей, либо на кнопочку, камера включается. И в этот момент очень важно проследить за тем, чтобы внутри нас в этот момент было хорошее такое свободное, легкое такое состояние, да. Как его достичь? Просто-напросто, несколько раз вдохните-выдохните. Давало тоже упражнение, квадрант дыхания, да. Вдохи-выдохи и, как это, задержка вдоха и выдоха одинакового размера, одинаковой подлительности. Если интересно, просто посмотрите мои предыдущие эфиры, там все это сделано. То есть, последите за своим дыханием. Стоит вам дыхание уравновесить, что называется сделать его длинным, спокойным и сами вы начинаете успокаиваться. Вот этот вот сверло это, которое там где-нибудь в районе солнечного сплетения сверлит, оно как-то утихает, да. Либо, говорят, еще камень, тяжесть чувствую. Камень так становится полегче, полегче, как будто бы это была льдинка, которая растаяла. Так вот, в этот момент самый, когда вы почувствовали себя более легко и свободно, в этот самый момент мы себе представляем, что мы включаем камеру, и дальше мы спокойные, свободные, мы говорим, мы улыбаемся, и люди нам шлют лайки. И мы себе прямо представляем эту ниточку лайков, которая поднимается в этот самый момент. Кстати, что-то лайков-то я от вас как раз и не вижу. Вам же не трудно нажать кнопочку? Вот, чтобы я их тоже увидела, эти самые лайки. Вот это как бы такой ментальный способ, лучший сценарий. Второй способ тоже отличный именно для тех, у кого вот это вот излишнее волнение, да. И тоже он ментальный. То есть надо себе снизить значимость. То есть подумать о том, что такого глобального произойдет, если вдруг я неудачно выступлю. Ну подумаешь, ну неудачно прошел прямой эфир. Прям так внизу напишу, да, включить юморочек. Ну что ж, в этот раз, как говорится, к сожалению, мне выступление не очень удалось. Ну, будем надеяться, как бы я лучше подготовлюсь, я применю какие-нибудь способы там и выступлю в следующий раз точно лучше. То есть снижаем значимость. Точно никто не умрет, никто не заболеет. Ни дети ваши, ни вы сами. Так что это какой-то единичный случай из тысячи. Поэтому пользуйтесь этим приемом, всегда об этом помните. Следующий прием, тоже отличный прием, причем подходит людям самого различного типа восприятия. Ну вы знаете, да, есть люди визуалы. Я, к примеру, визуал часто говорю, посмотрите в то время, когда надо послушать. Вот, аудиалы, которые в большей степени, как бы, уделяют в большей степени значение звуку. И кинестетики. Кинестетики, которые вот на ощупь, да, которым очень важно что-то такое ощущать, приятное. И эти люди, как бы, тоже могут определенным способом подготовиться перед своим эфиром или съемкой видео. Что я рекомендую для визуала? Коль на них, или на вас, на нас, да, я же такая, как вы в точности, вот, хорошо воздействует визуальный какой-то ряд, то, естественно, дайте себе такую возможность получить положительные эмоции от какого-то визуального восприятия. Ну, если, к примеру, ну, я не знаю, таких людей, или щеночки, или кошечки, либо дети на всех людей, как бы, влияют или те, или те положительно. И дают вот такой вот некий заряд позитивного настроения, позитивных эмоций. Ну, приготовьте себе какую-нибудь такую картиночку, либо возьмите в руки своего нежного питомца. И дайте себе возможность вот это состояние создать. Этот же способ подходит для тех, для кого важны тактильные ощущения, да. Если ваш щеночек, ваша кошечка, такое, дает вам это ощущение, да, приятности, позитивного настроя от тактильного прикосновения, то используйте этот момент. Возьмите на руки свою кошку, погладьте ее для того, чтобы вот это ощущение, этот позитивчик сохранить, и потом в течение своей, своего видеовыступления, скажем так, своей речи. Ну, и для аудиалов, соответственно, послушайте ту музыку, которая вам нравится. Только это не должна быть тяжелая музыка, даже если вы любители рока, да. Скорее, это должна быть такая более танцевальная музыка. Ну, найдите что-нибудь такое, под что вам хотелось бы двигаться, чтобы она создавала позитивное настроение, да. И третье, что очень важно, это получение позитивной оценки. Ну, вот когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, мне такую оценку дала моя дочь. Она сказала, боже, мама, ты сегодня выглядишь лучше, чем я. О, спасибо, спасибо, дорогая доченька, ты дала мне хороший позитивчик такой. Соответственно, позитивная оценка. Вспомните, либо посмотрите, либо спросите у окружающих. Вот этот момент получения позитивной оценки. Если вы ее получили, то на этом позитивчике вы, как говорится, стартуете дальше. Это может быть для вас такая некая, такой космодромчик, да, скажем так, такая вот площадка для старта в прямой эфир, скажем так, или съемку видео. В наши прямые эфиры тоже в итоге становятся видео. Физические приемы, соответственно, движения. Некоторые рекомендуют, сделайте несколько приседаний там, для того, чтобы вот в кровь поступили определенные там гормоны, да, допамины, эндорфины. И это улучшит ваше состояние. Вот я, к примеру, я против приседаний, если честно. Во-первых, когда вот так вот юбочку наденешь, оденешься так уже к эфиру, да, то тут какие уже тут приседания. Кроме того, от приседаний, знаете что, может у вас сильно сбиться дыхание, и вы потом будете задыхаться. Лучше поставить вот эту самую позитивную музычку, от которой хочется подвигаться, и немножечко подвигаться в танцы. Ну, если это для вас в кайф, если это создает вам вот это внутреннее позитивное состояние. Пища. Переходим к следующему. Вода, еда, конечно, не секрет, что есть такие продукты, которые, в общем-то, способствуют выработке гормона счастья, да, эндорфина. И к ним, в принципе, относятся, к примеру, шоколад, фрукты, и в том числе бананы. Шоколад не посоветуй, может, как бы остается так вот тут на стенках гортани, это слишком близко к голосовым связкам. Может потом сушить неприятно. А вот бананы, самое оно, либо, в принципе, в других фруктах тоже достаточное количество вот этих веществ, которые способствуют выработке эндорфинов. Поэтому лучше съешьте это, чтобы чувствовать себя легко, свободно, счастливым и не страдать от какого-то излишнего волнения. Ну и улыбка. Улыбка – это вообще, как говорится, ну, чуть ли не панацея, потому что улыбка, она, даже если она у вас поначалу может быть неестественная, но она говорит вашему организму, да, на уровне, как говорится, периферической нервной системы, что раз человек улыбается, значит, ему хорошо. И вам начинает становиться лучше, лучше, лучше. Естественно, что, конечно, желательно начать улыбаться и что-то хорошее вспоминать и проделывать все эти приемы еще до того, как вы включили заветную кнопочку, чтобы к моменту ее включения, включения, это ощущение, это состояние уже приобрести. И на этом, в общем-то, контентная часть нашего с вами прямого эфира подошла к концу, но я, как с другим, что называется, рекомендую и сама это делаю, я, соответственно, анонсирую то, что будет дальше. Естественно, что большей части людей, вот как я по комментариям заметила, их интересуют технические моменты. «А как вы это делаете? А можно ли на смартфон? А если у меня камера меньше пяти пикселей? А если то? А как зафиксировать камеру? А что плохо?» Вот эти технические моменты я постараюсь как-то, ну, в каком-то объеме, да, осветить в следующий раз. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...